Пятая наша лекция сегодня – «Как Дарвин всё соединил». В теории Дарвина удивительным образом соединилось животное, рептильное и человеческое. Именно поэтому данную теорию так трудно отменить. Потому что с какой бы стороны ты ни подошёл, ты везде найдёшь отголоски того, что на самом деле происходит с людьми. А поскольку отменить её может только теория, где человек приравнивается к божественному существу, то требуется признать существование тонкоматериального плана и единого сознания, благодаря которому здесь всё существует. По сути, данная теория привела общество к тому, что человек стал считать себя властителем мира, уникальным образованием, царём природы и начал уничтожать природу. Её недра с целью обогащения. Так проявляется рептильная составляющая. Постоянные войны, агрессия, всё растущее потребительство говорят о животном начале. Соединение первого и второго привело сегодняшний мир к упадку, а мозг к деградации. Именно поэтому искусственный интеллект становится здесь не только необходимым, но и обязательным. Растущее число генетических заболеваний, связанных с потерей функций головного мозга и вырождением крови, говорит о победе этих двух начал. Что же на другой стороне весов? Человеческая душа с её бесконечным познанием и тягой к жизни. Дух, который невозможно убить. И единое сознание, соединённое с разумом человека, способное к неизведанному. Теория Дарвина является одним из лучших пособий для изучения того, что может развиться в человеке. Это должно стать направляющим для создания методик по развитию того, что связано с духовностью и созидательным трудом, чтобы превозмочь животное начало. Это теория, как напоминание о тысячелетиях невежества. И это стимул для каждодневных действий по преодолению собственных несовершенств. Сейчас многим уже понятно, что образ обезьяны был навеян и впечатан для лёгкого управления массами, а отрицание божественной природы только подкрепило это повиновение. Зная это, нужно перестать культивировать ложь, перестать верить доказательствам, которых нет. Нужно посмотреть на очевидное и пусть каждый выберет для себя животное либо божественное и начнёт быть верным этому выбору, станет ответственным за этот выбор. Пожалуйста, какие есть вопросы к тому, как у Дарвина получилось всё соединить? Может, чуть подробнее, в чём разница между рептильным и животным? Дело всё в том, что, ещё раз, животное – это потребительское, а рептильное – это агрессивное. Это всё и провоцирует. Этим всё и определяется. Каждый, посмотрев вокруг, найдёт тысячи примеров и того, и другого. Фрейд тоже ведь проект «Не задение энергии, да сексуальное». Это рептильная тема? Да, и рептильная в том числе. Как соотносится рептильный мозг с рептильным геном? С нашей точки зрения, ещё раз, рептильный ген – это то, что проявлено везде, в том числе в точках, которые задают управляющие реакции в рептильном мозге. А современная наука, она условно достаточно делит мозг на три составляющих. На рептильную составляющую, лимбическую, и неокортекс, если мне память не изменяет. Почему при Сталине не было попытки сменить парадигму, основанную на теории Дара? Он же понимал её несостоятельность. Да, несостоятельность он её понимал, но он же не мог туда божественное впихнуть, потому что у нас божественное носило характер церковного. А с точки зрения тонких планов, его бы самого под суд отдали. Тем более, что практически всю свою жизнь он вёл борьбу с теми или иными видами оппозиции, которые с удовольствием его кончить хотели. Я эту книгу читаю, конечно, перечитываю хронологию, но это просто и больно, и вопрос такой стоит. Вот это мы сами выбрали, вот такой путь. Вообще, как это всё произошло и допустилось до такого, что мы вот в таком сейчас находимся? Потому что столько всего на нас было наделано. Неужели мы это всё сами выбрали? Ну, в общем, да. Давай по-другому скажу. Скажу так, не могли не выбрать. Так, так понятнее? Повторите, пожалуйста, в книге, где он представляет научные доказательства тонкого плана. Это Сергей Кернбах. Это был такой немец, он учёный был, он уехал в Германию, мигрировал. По-моему, книга сверхъестественная называется. Кернбах. Фраза «не могли не выбрать» связана ли с более высшей целью, например, спасения Земли, ради которой души согласились на такие испытания. Да нет, здесь речь не о спасении Земли, а о продолжении от преемственности той линии, которую многие ведут здесь, потому что многие души здесь огромное количество раз воплощались, и просто так оставить это нельзя. В ролике про Польшу сказали, что данная территория была выбрана в частности благодаря тому, что там есть море, а именно вода необходима как информационный носитель, как полевая структура для их генетических опытов. Какой именно процесс этой инофизики им необходимо? Ну, очень простой. Вы же знаете, что вода, она все впитывает и все отражает, и фактически матрицу собой являет. Поэтому им надо было прописать это через воду. И если вы вспомните нашу хронологию 3-15 века, то мы там тоже целая глава была про воду, как воду перепрописывали. Как попадают в элиты, чтобы управлять и иметь доступ к закрытым знаниям? Это тяжелая наследственность. Чтобы попасть в элиту, это тяжелая наследственность. А на самом деле у нас про это в книжке «Влияние пространственных конфигураций на судьбу людей» 13-ая, мне кажется, глава, если память не изменяет, там вот про элиты написано. Я правильно понял, что тем бы ни был человек ботом, дарвинистом, всегда остается возможность при жизни делать что-то хорошее на общее благо. Ну, безусловно.